Вы знаете, что суд принял решение о залоге в сумме 73 тысячи. Прокуратура настаивала о том, чтобы залог составлял 1 миллион. Мы анонсировали взятку в сумме 32 тысяч, но поскольку сейчас уже объявлено подозрение, и мы можем раскрыть некоторые следственные действия, которые проводились ранее, и сказать о том, что есть еще один эпизод в сумме 500 долларов, который был в сентябре месяце, получен также главой, вернее, мэром Люботина за решение вопроса оформления земельного участка. Поэтому мы считаем, что сумма в 73 тысячи достаточно неадекватна, как для тяжести совершения преступления и в связи с тем, что там уже не один эпизод. Вы подали апелляцию? Мы подали апелляцию. Апелляция будет рассматриваться 16 апреля. А господин Теречко уже воспользовался возможностью внести залог? Не знаю. Юрий Паниславович, не так давно был осужден экс-начальник межрайонной Чугуевской госфининспекции, но наказан штрафом. Я знаю, что была подана апелляция, однако в материалах дела говорится о том, что он брал взятку для начальника госфининспекции, передавал ему средства. Начальником является Станислав Костинов. Есть ли уголовное производство в отношении Костинова? В отношении Костинова уголовного производства нету, а что касается приговора, то мы готовим апелляцию, она своевременно будет внесена. А проверялись ли сообщения? Проверяется. Проверяется. Следственным путем, конечно, все проверяется. Следующий вопрос. В связи с теми двумя чиновниками госсовета, которые также были пойманы по подозрению на взятки, которые предоставляли информационные услуги, когда их дело будет передано в суд, если есть уже информация, и не выдвинуто ли подозрение в отношении начальника департамента, который их курировал? На данный момент проводится расследование. Я не могу сказать вам точную дату, когда оно будет закончено. Подозреваю, что, наверное, все-таки в текущем месяце мы его закончим. Что касается руководителя, о котором вы говорите, пока в обвинении не предъявлялось перед этим предозром. Но в отношении него проверка проводится? В рамках расследования уголовного дела проверяется вся информация, касающаяся всех лиц, причастных к данным событиям. И еще такой вопрос. Скажите, пожалуйста, был ряд открытых уголовных производств по КП в отношении еще каких-либо КП. Есть ли уголовные производства и в отношении каких-либо руководящих лиц по КП будут ли в ближайшее время переданы дела в суд? Вы знаете, что прокуратура Харьковской области возбудила несколько уголовных дел по коммунальным предприятиям города Харькова. На первоначальном этапе расследования мы столкнулись с непониманием со стороны наших судебных органов. Мы практически не получили ни одной санкции на временное использование документов, не получили санкции на обыск. В связи с этим по нашему ходатайству несколько дел было передано в Главное следственное управление МВД Украины. Как они расследуются, наверное, мне сложно комментировать. Что касается тех дел, которые остались и расследуются в органах внутренних дел Харьковской области, их пять на сегодняшний день, мы изъяли часть документов, проводятся ревизии, пока педозры никому не объявлялись. Какие дела переданы к лабораторам? Если память не изменяет, это водоканал и жилкомсервис.